Понятный язык И она ответила, что говорить об исполнении, я не осмелюсь предположить, что поняла такого великого человека. Вот если слушатели таким образом относятся и не понимают, что пользы в проповеди. Понятный язык. И здесь я бы разделил на несколько подпунктов. Первое это понятные слова. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, говорил экресиаста. Иисус говорил понятными словами. Ясными, понятными, четными словами. Наши братья и сестры, вот когда я читаю проповеди в братском вестнике, в журналах, некоторых старых наших журналах, Христианский союз, Баптист, я смотрю, что вот проповеди написаны ясным, понятным языком. Причем не то, что люди были неграмотными. Взять тот же Василий Гуревич Павлов, он знал, может быть, 20 языков. Очень образованным человеком был. Иван Степанович Проханов, очень образованный человек. Тоже несколько языков знал, переводил литературу, знал богословие. Александр Васильевич Карев и другие. Но они проповедовали ясно и понятно, очень понятным языком. Не было каких-то терминов типа атрибуты Бога. Может быть, мы знаем, люди не знают, что это эсхатология и многое другое, что люди не понимают. И это вызов для нас говорить понятным языком. Но одна из проблем, которые у нас сегодня, это то, что сам язык Библии старый уже. Это тоже иногда делает нашу проповедь или некоторые наши мысли непонятными. Дело в том, вы помните, когда Ветхий Завет был закончен, перевод Ветхого Завета? В 1876 году. Новый Завет был еще раньше переведен, 22-25 год уже закончен, публикация, 800-25 год. Это был совсем другой язык, другая лексика. И понятно, что многие слова устарели. Можно примеров несколько привести. Скажем, слова в Библии, которые требуют перевода и объяснения. Вы проповедники? Ну, некоторые из вас только начинают. Но знаете ли вы все эти слова? Знаете ли вы, что такое акриды? Молодцы. Знаете, что такое алкать? Жаждать. Аспид? Змея. А что такое благоутробный? Приятный, вкусный. Да. Благо для утробы, да? Да. Приятный для желудка. Для этого слова речи. Это немного другое, да. Интересно, посмотрите, в Саваре Луки написано, что по благоутробному извалению Божьему. По Божьей милости, исходящему из Божьего существа милости. Его сложно даже буквально перевести. Можно в контексте. Иногда можно в контексте понять. Но иногда, знаете, не поймешь в контексте даже. Слово брение, ну вы знаете, да? Что в Пензе, типа. Да, сделал брение. А есть много слов в Библии, которые заимствованы из православного церковного лексикона. Дело в том, что православные переводили, православные священники, ученые, вот ветки, Новые Заветы. Есть многие слова, которые как бы приносились из понимания православной литургии, вот ветхозаветнюю. Такие слова, как кадила, иерей, ипостась, ладан, кивот, милоть. Ну некоторые вы знаете, да? Падир, попраздничество, преподобный, причащение, риза, филонь. Принеси мне филонь. Теплый плащ кожаный. Это мы уже знаем, потому что в Новом Завете встречалось. Понимание филонь это что-то плохое. Что-то плохое, да. Да, филонь это уже опять. Павел просил принести. Он замерзал. А филонь есть слово, получается, не же не делали. Да. А есть там слова, опять же, почти неизвестные. Есть в Библии слова, которые употребляются один раз. Ну да. Например, кесита. Монета. Монета. Так предполагают, точно даже значение не знают. Лета, малаки, рыболов. Это птица такая. Вот сардис, сардолик, название каких-то камней. Потом название каких-то видов саранчи. Там салам, стактит, бак, халман, металлы какие-то, цельница, чернуха и прочее. Есть много слов. Это только я часть написал. Вот даже если посмотришь на эти слова, я всего даже не знаю. На первый взгляд я всего не помню всех этих слов, все значения. Надо словарь, какой-то справочник, чтобы увидеть это. Вот. И есть много-много таких слов. Я хочу вам такой мини-тест сделать. Вот давайте вы так видно, что соображаете. Вот мини-тест. Не полите нас, не надо. Вот слова. Вот как вы их будете. Ну мы уже говорили. Начнем. Кольми пачи. Так, начнем по порядку. Бренье. Ну это вы знаете, да? Смесь. 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 Чрево. Чрево, живот. Живот. Хорошо. Ну, покибытие. Это вечности. 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 Жесть будущего века. Ну да. Покибытие это в жизни будущего века. Вот. Ну, благоутробно мы говорили. Ловитва. Это бытие. Я здесь забыл поставить текст. Бытие 49, 27. Будет вечером есть ловитву свою. Пищу, может, какая-то. Ловитву, то, что словило, то, что поймало. Рыба, 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 да? Ловитва, да. Превысь при них. Что, что, превысь при них? Ну, на небесах. Да, что-то превознесенное, превыше всего, да. Скимны. Скимны. Это львы или гепарды, что-то такое. Молодые львы. Молодые львы, да. Скимны львы. А вот здесь нет слова скнипы. А что такое скнипы? Скнипы. Скнипы. Тоже в псалмах есть. Комарь, бошь, что-то такое. Вот маленькое какое-то насекомое. Паразит, да? Да. Вот. Ну, что еще может быть? Ризы. Священческая одежда. Ризы, знаете, да. Кольми. Кольми пача. Там, насколько более... Ледень. Под ермом. Маленький, да? Молодой. Под ермом. А, под ермом. Да, да, да. Ложесна. Всякое. Велегласно это... Велегласно. Красиво. Да, это как лепо. Велелепно, велегласно. Очень красиво, высоко, лечиво. Ложесна. Высокий слог такой. Бедра или что? Ложесна. Всякий младенец, развязающий ложесна. Бедра, ноги. Всякий младенец, развязающий материнскую тробу, бедра. Ну, такое как-то интересно перевели. Даже вот сложно сказать. Прещение. От прещения лица твоего там горы тают. Насыщение, что ли? Нет. Прещение, это свет, наверное. От вида, от самого леса, от взгляда. Взгляда. От вида. Дроковый, я уже забыл, даже что такое дроковый. Ну, дроковый, это есть растение, это самое. Связано с растением, я даже, да. Кустарник такой есть, дроковый. Другие, ну, другие, велелепный. Когда от велелепной славы донёсся такой глаз. Великолепный. Великолепный, великой славы. Ведро. Ведро. Вы говорите, это материн. Дождь. 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 Джара, кажется, нет? Нет. По-моему... Ведро, это ясно, наверное, когда ясная погода, а потом да. Ланиты. Щёки. Щёки. Вержение, на вержение камня отошёл. Бросок. Бросок, на бросок камня. Водще. Вот ещё. Нет. Вообще. Вообще. Это, ну, как бы, да, напрасно. Вообще, я вообще из... Там силу мою истощал, не помню точно этот текст, но как бы вообще напрасно. Увясло. Увясло. Не помню точно, это, по-моему, связано с... Одежда, по-моему. С каким-то головным убором, с какой-то, вот, одеждой. В некоторых библиях есть, кстати, словарики в конце, но неполные, там немного. Вот, вы знаете, много есть слов. Кроме того, кроме этих слов, у нас ещё есть так называемый ханаанский язык. Вот мы часто используем так называемый ханаанский язык. Ну, такие слова умные мы используем, как там эсхатология, освящение, оправдание, умилостивление, искупительная жертва. Вот, вот, как рассказывают в одной церкви, ну, или, ну, как говорят, призывают. Подойди сюда, бедная овечка, и стань под струю голговской крови. Ну, и мы представляем, там неверующий человек пришёл первый раз. Причём тут какое есть животное? Что такое овечка бедная? Где кровь тут льётся? Мы-то это понимаем, в чём дело. Мы уже хорошо понимаем. Ну, церковный язык. Церковный такой наш язык, да. Стленд. Или, кто хочет отдать Богу душу, подойдите к кафедре, и братья наложат на вас руки. Ну, и тоже надо... Да, надо объяснять, что это значит. Хананский язык. Проблема в том, в наших церквах некоторых это ценится. Вообще, в православной традиции очень ценятся старые, пусть даже непонятные, но главное старые. Вы даже, наверное, с этим встречались. И даже у нас, когда в церквах бывает, некоторые братья хотят что-то таинственное, непонятно. В православной культуре ценится древнее. Вы знаете, даже язык, который проповедуется, о котором они говорят, совершают литургию. И православные гамилеты, преподаватели, они даже поощряют некоторые использовать такой библейски освященный язык. И вот я читал одного православного гамилета, специалист, он пишет, что лучше использовать чело, нежели лоб. Это будет красивее. Или очи вместо глаза. Если вы проповедуете, ланиты вместо щеки. Уста, нежели речь. Ну и, конечно, они здесь противостоят некоторым крайностям, потому что бывают крайности, они говорят, что, ну, одни говорят, вместо братья, братцы. Или вместо крещения, купание. Там, вместо чудо, диковинка. Они говорят, ну, некоторые бывают, уже чересчур заходят в своем таком новшествах, поэтому стараются что-то сделать такое, сохранить этот старый добрый язык, да? Я как-то общался, ну, не общался, просто слышал, значит, вопрос такой задавали. Это, по-моему, Кириллу, или я не помню, кому. Почему вот не хотят перевести на русский язык проповедь служения в православной церкви? Он говорит, что ради того, чтобы прославлять Бога, можно выучить и старославянский язык. Да, он говорил. Да, он говорил, ну, а если Евангелие-то написано не на старославянском, тогда, по идее, получается, нужно выучить греческий изначальный язык. Ну, если быть до конца последовательным, то надо, да. И еврейский, и греческий. Еврейский, и греческий, и язык Христа, на котором он проповедовал тогда, получается. Да. Ну, здесь мы сталкиваемся вот с той же проблемой перевода Библии. Вот в средние века, например, считалось, что можно преподавать Библию только на трех священных языках. На латинском, на греческом и на еврейском. И вы знаете, что было очень трудно начинать новые переводы. Новых переводчиков часто гнали. Это была очень сложная задача. Да, тоже было, когда в России переводили на русский язык Библию. Помните, была реакция, потом прекратили переводы, запретили. Библии сжигали. Сжигали на заводах кирпичных в Петербурге. Сжигали Библии переведенные. Новые Заветы. Вот, и четверо Евангелия. Это же было когда-то с переводами Франциска Скорыны. Белорусский первопечатник Франциска Скорина. В 517 году, еще это делал, когда реформация Лютера происходила. Он переводил на старый белорусский язык. Его Библии сжигали в Москве. Это всегда было противостояние. Это происходит и в наше время. В наше время мы тоже так противимся новым переводам. Вот даже мы иногда привыкли уже к переводу. Такой перевод, мы знаем, где что написано, знаем все слова. Вот тут появляются новые переводы. Ну и как-то нам непривычно. Лучше сохранить добрые, хорошие, старые. О переводах мы поговорим чуть позже. Когда-то на последнем занятии нашем, последних занятиях. Ну в этом случае надо нам, наверное, проводить различия между евангелизационной проповедью и, скажем, проповедью в церкви. Скажем, ну когда евангелизационная, ясно, там надо использовать понятный язык, близкий людям язык. Вот когда она направлена на неверующих. Если мы вспомним проповедь Стефана к верующим. Помните, проповедь Стефана это чисто церковная такая на Библии построена проповедь. Он не объясняет ничего, они все знают. Они знают, что такое скиния, они знают все термины, всю терминологию. Нет проблем. Когда вы проповедуете в старой церкви, там все верующие, наверное, даже не обязательно там вместо динаров, динары переводить в доллары. Ох, я знаю, некоторые люди возмущаются. Было такое, там вместо динаров сказал сколько долларов, как в Библии динары написано. Или один брат сказал вместо блудницы проститутка, это был скандал целый. Может быть лучше и не говорить так. Если вы проповедуете в старой церкви, где все знают эти слова, все их выучили, пожалуйста, говорите таким языком, ничего страшного. Если вы говорите новым людям, которые этого не знают, надо объяснять. Понятные слова, в любом случае понятные слова, не усложнять. Особенно студенты, те, кто уже что-то выучили, они уже блистают иногда. Используют греческий или какую-то другую терминологию. Часто они даже не знают, о чем говорят. Ну, Господь простит, я надеюсь, да. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Простота речи. Мы можем вернуться ко Христу. Как поповедовал Христос ясно и просто? Рик Уоррен говорит, в то время, как Иисус преподавал глубокие истины просто, многие пасторы поступают прямо противоположно. Они преподают простые истины глубоко. Они берут ясные тексты и запутывают их. Они думают, что это глубина, а на самом деле это муть. Вот так бывает с нами, когда мы углубляемся. И как он продолжает, Рик Уоррен, что некоторые пасторы любят демонстрировать свое знание, пользуясь греческим языком и академическими терминами. И каждое воскресенье, не будучи харизматами, они говорят на незнакомом языке. Их никто не может понять. Мы должны понять, что никого, кроме нас, греческий язык не волнует. И нас даже иногда не волнует. Поэтому надо так говорить, чтобы люди понимали. И сложные какие-то вещи не использовать. Чарльз Финей, по свидетельствам очевидцев, не просто проповедовал, а беседовал с людьми. Его могли понимать. Билли Сандой, о Билли Сандой говорили, что он так проповедовал. И он говорил, что нужно класть пироги на самую нижнюю полку, чтобы их можно было достать. Чтобы люди понимали то, что они говорят. Чарльз Спержен говорил однажды, что некоторые проповедники говорят так, как будто бы аудитория их состоит из жирафов на таком высоком уровне. А там овцы сидят. И они не понимают, до них не доходит. Поэтому надо заниматься этим. Альберт Эйнштейн говорил, вы до тех пор по-настоящему не поймете чего-нибудь, пока не сможете изложить просто. Пока не сможете изложить это просто. То есть вы должны просто излагать то, что проповедуете. А для того, чтобы говорить просто, надо готовиться. Надо много готовиться. Просто это не значит мелко, это не значит упрощенно. Это значит понятно, ясно и понятно. И таким понятным языком отличались многие проповедники. Например, Муди. Вот здесь у меня цитата о Муди. Муди проповедовал непринужденно и прямолинейно, словно болтал с несколькими близкими людьми. Муди просто-напросто болтал с 13 тысячами, как с 30. О том, что подсказывала ее Библия. Он просто говорил с людьми. И люди воспринимали хорошо. Биографии Муди. Джон Поллок написал биографию на русский язык, она переведена. Очень хорошая биография Муди. Там написано, как Муди начал проповедовать в Англии. И вот один журнал выпустил такое критическое комиксы и такое критическое стеотворение длинное про Муди. И они так писали. В Айлингтон-Холле пробудители Янки, благочестивая пара Муди и Айра Санки привлекают, как сообщается, громадные собрания эксцентричными молитвами и забавными увещеваниями. Их манеры странным образом расходятся с молитвами. Чем серьезнее молитвы, тем манеры уморительней. Они благовествуют свое предвзятое учение на разговорном сленге и в торговых выражениях. В американских фразах формулируют писание и шуточки вставляют в благовествование. Вот этого многие не могли понять. Настолько просто. Казалось примитивно. Ну и потом извинился этот журнал перед Муди. Все стало нормально. Но на самом деле Муди действительно проповедовал очень ясно, просто и понятно. И люди радовались, радовались потому, что понимали. Так проповедовал Сперджин, так проповедовали другие известные проповедники. Билли Грэм. Возьмите, вот проповеди Билли Грэм. Мы слышим всемирно известный проповедник. Вот настолько известный. Миллионы аудитории, стадионы. Читаешь проповеди, настолько понятно. Вот я слышал, как одна семья долго собиралась, откладывала деньги, чтобы поехать в Чикаго. Это было в Америке. Ну это было, по-моему, то ли в начале прошлого века, то ли в конце, позапрошлого. И там проповедовал известный проповедник Айрон Сайт, по-моему. И вот семья собралась, чтобы поехать послушать его. Очень известный проповедник. И они побыли на собрании. Потом вышли оттуда. И сын, 6 ему лет было, или сколько, и он говорит родителям, я не понял. Ну, то есть, чем этот человек известен? Я все понял, что он говорил? Что в нем необычное? Я говорю, все понял, о чем он проповедовал. Вот и сын так понимал, что если этот человек действительно великий, его не поймешь. А он говорит, я все понял. Но в этом и состоит величие. Понимают ли вас дети в собрании? Насколько они могут понять вас? Не так просто проповедовать так, чтобы дети понимали. Чтобы дети понимали и радовались. Надо действительно заниматься и работать, чтобы это было ясно. И Билли Грэм даже работал над своим языком. Конечно, понятно, что мы должны проповедовать красиво, ярко, красивые слова использовать. Но в то же время понимая то, что люди вокруг нас, лексикон большинства людей довольно ограничен. Не нужно усложнять слова. Большинство наших слушателей составляют простые люди, которым нужны простые ясные проповеди. И очень мудро сказал один епископ. Заставить простое казаться сложным. Это работа каждого человека. Но сделать сложное легким, это задача великого проповедника. Сделать сложное легким. Вот этой простоте надо учиться. Надо учиться этой простоте. И один из моментов, который, кстати, помогает пониманию текста, это длина предложений и понимания текста. Интересно, кто-то высчитывал, насколько связано понимание людьми текста и длина предложения. И не заметили, чем короче предложение, тем легче понимать человека. Это, кстати, используют газеты, особенно старающиеся быть популярными. Есть газеты такие солидные, как Times, Washington Post, другие, Guardian. А есть такие обычные, как московский комсомолец и такая пресса, можно сказать, чуть ли не желтая. Они стараются писать таким понятным, простым языком. Чем короче предложение, тем понятнее. Даже возьмите христианские книги многие. Вот как пишет тот Макс Лукава тот же, мы вспоминали сегодня. Такие простые, короткие фразы. Вот большинство людей понимают и радуются. Вот чем короче предложение, очень легко. Если 8 слов и меньше, предложение очень легко понимается. 11 слов легко, 14 сравнительно, 17 стандартный уровень. Сравнительно трудно 21, трудно 25 и очень трудно 29 и больше. Это Стоевский писал по 25. Ну, знаете, да. Здесь еще зависит от того, как изложить вещь. Где поставить запятую, точку. Какие знаки припинания. Как проповедник выражает мысль. Паузы, если он делает. Если он это красиво делает. Вот Виктор Агам, у него хороший, ясный, такой красивый язык. У него есть длинные предложения, но он красиво это строит, грамотно и тогда людям понятно. То есть здесь тоже зависит много от интонации, от преподнесения. Но в целом надо стараться проповедовать ясно и понятно. Хотя проповедуя, конечно, ясно, надо предостеречь от чрезмерного упрощения языка. Все-таки на кафедре мы не должны уподобляться комсомольской правде или московскому комсомольцу. У нас должен быть более красивый язык. Мы проповедуем Евангелие, мы проповедуем красиво. И простой не значит бедный язык. Простой не значит безграмотный. Прочитайте хороших писателей, они будут писать понятно, просто, но в то же время красиво. И для этого нам неплохо читать хорошие книги, чтобы учиться такой красоте и в то же время яркости, ясности языка. Можно учиться у эклесиаста. Библия говорит, старался эклесиаст приискивать изящные изречения. И слово истинно написано им верно. Тоже красиво. То есть здесь нет какого-то общего правила, что вот давайте делать по 8 слов. И у нас будут какие-то рубленные фразы, тоже кто-то не поймет. Люди разные в собрании сидят. Надо что-то среднее находить. И красиво, и понятно, в то же время красиво. Вы говорили, когда цитировали Спиржина, его адресатом проповеди, говорили про эту травинку, которая на восходе блестает, росой. Вот это красота языка. Красота, да. Литературная. Красиво. То есть образность речи. Простой не значит упрощенный. Образность речи. Иисус рисовал картины. Это было красиво. Я не знаю, как вы понимаете белорусский. Вот здесь у меня цитаты есть из белорусского проповедника 12 века Кирилла Туровского. Вот как он образно речил, как он красиво преподавал, увещевал. И он так говорил, он проповедовал, увещевал людей, проповедовал, як зможем вытерпеть спекельный огонь, коли нават лазни гора, чай не здольны вытримать. Як вытерпеть джигала ядовитого червяка, коли не терпим нават укусу камара цимухи. И закликаючи приходжану церкву проповедник кажа, коли б я раздавав у церкве мед цепива, як же худка и шли бы бы сюды, опередживаючи один одного. А я ж кажу у церкве слово Божие, лепей за пива и мед. И это было красиво, и понятно, и красиво. И это привлекало и заставляло людей слушать со вниманием. И так отличались многие хорошие проповедники. Возьмите вот того же Чарльза Финея, как он красиво говорит о любви Христа. Вот смотрите выдержка, и он так размышляет. Я представляю себе, как Петр спрашивает, Господи, на самом ли деле ты думаешь, что мы должны проповедовать Евангелие всем народам, и даже распявших тебя? Да, Петр. Иди и найди того, кто привал мне в лицо. Скажи ему, Иисус прощает тебя. А в моем сердце нет ничего, кроме любви к нему. Иди и найди того, кто одел мне на голову терновый венок. Скажи ему, что я приготовлю ему в царстве моем венец без единой колючки, если он примет спасение. Найди того, кто взял из моих рук скипетр и бил меня им по моей голове, так что в нее вонзались колючки. Если он хочет получить дар спасения, я дам ему царственный скипетр, и он сядет со мной на трон. Найди того, кто бил меня кулаками по лицу и проповедует ему Евангелие. Скажи, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Иди и найди солдата, пронзившего мне копьем ребра. Скажи ему, что к моему сердцу есть более близкий путь, чем этот. Скажи ему, что я прощаю его и что сделаю из него воина моего креста. Какая образность, какая красота речи. И понятно, и красиво. И вот это то, к чему мы стремимся выражать истину красиво. Вот мы вспоминали уже Джонатана Эдвардса, его проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Как он красиво пишет, что ты висишь на тоненькой ниточке, которую вот-вот пожрут языки пламени божественного, разорав все на куски. Ты даже не думаешь о том, как Бог может спасти тебя и так далее, и так далее. И так красиво выражает, образно. Или вот еще один пример, мне очень понравился, Джипси Смита, тоже одного из проповедников знаменитых прошлых веков о страданиях Христа, как он говорит. «Если хочешь знать, как дорого ты куплен, вернись этой долгой дорогой назад. Грех стар, но кровь еще старше. У Бога был Агнец еще до создания мира. И если хотите знать, как дорого стоило Богу спасти вас, вернитесь в начало. Через могучее море времени. Но если это слишком далеко, поднимитесь на Голгофу. Отправьтесь в Вифлеем, в Назарет, в Евсиманию». Вы когда-нибудь думали об этом? Это не было спланированным внезапным горем, вдруг охватившим его. Это была агония, задолго спланированная и ожидаемая. Когда он трудился в плотницкой мастерской и брал в руки кусок дерева, должно быть, он думал о том дереве, на котором он будет распят. И когда он брал в руки молоток, не кажется ли вам, что он думал не о каком другом молотке, как о том, которым будут его пригвождать, а когда он держал гвозди? Не думаете ли вы, что в его голове были какие-то другие гвозди, как не те, которые пронзили его руки и ноги? Рожден в чужом хлеву, похоронен в чужой могиле. Его первая подушка – солома, его последняя – терновый венец. Первые, кто окружал его – скот, последние – разбойники. Первый раз, где он отдохнул – чужие ясли. Последний раз – чужой крест. И это было за меня, за вас. Смотрите, какая красота, как вот проникает, как душу наполняет вот эти слова, как входят. А если еще в оригинале, это уже перевод я переводил, но на самом деле намного красивее звучит. То есть просто не значит примитивно. Можно проповедовать истину красиво. И любая аудитория лучше поймет истину, если она будет выражена красивым языком. И она запомнит истину, если подключится воображение. Тогда люди будут понимать. Проповедуйте понятным языком, используйте понятные слова, простую речь и образность, красоту речи. Продолжение следует... Продолжение следует...